Привет всем. Меня зовут Лидия. Ну, вот моя дочь, кстати, которая под ником Даша Лопатенок, блогер, все-таки после предыдущей передачи долг уговаривала, даже можно сказать, шантажировала, что мне необходимо сниматься еще и рассказывать о книгах. Ну, и поскольку из нее креатив так и клещет, то она вот здесь придумала, посоветовавшись со мной и уговоривала мне в оконцовке обратить еще внимание и на то, чем я занималась всю жизнь. Вроде того, что страна должна знать своей героями. Ну уж. Ну уж. Ну, тем не менее, я согласилась, и поэтому сегодняшний наш разговор я решила посвятить вот такой теме, такой жанре. В прошлый раз я вот говорила, что нам нравится серия Акунина «Любовь к истории», а у меня сегодняшняя тема «Любовь к детективам». Как бы это ни звучало странно, возможно, поскольку детективы считаются вроде как легким детективом, несерьезным и так далее. Но я в прошлый раз говорила, почему они мне нравятся, почему мне нравятся писатели-детективы. А тут вот здесь такой парадокс-то еще. Дело в том, что... Дело в том, что... Я 30 лет проработала следователем по особо важным делам республиканской прокуратуры. И поэтому, так сказать, несмотря на то, что моя жизнь была посвящена расследованию уголовных преступлений, и коллеги... Ну, по крайней мере, вы знаете, я в своей жизни не встречала ни одного из своих коллег, работников следственного аппарата, которые бы увлекались детективами. Ну, может быть, когда-нибудь что-то как-то. А я вот как бы читаю их всегда, увлекаюсь и читаю всеми все новинки. И поэтому вот такое, так сказать, дело. Причем следователем была я, говорят, неплохим. Ну, некоторые говорили, как у Рора, что будто бы как следователь от Бога. Ну, я, может быть, это комплексы с детства. Я вот такая всегда ведомая. Не могу отказать кому-либо. Вся из себя тактичная. То есть, как бы, посмотрев на меня, можно ли сказать, что я вот тот самый следователь, который расследовал только многоэпизодные, огромные дела, о бандитизме, об убийствах, ну и в расследованиях, так сказать, других преступлений, особо тяжких. Я вспоминаю недавно родного племянника, как-то у нас на его дне рождения, зашел разговор о своем призвании в жизни и о том, как важно найти его, как важно, оно в жизни всякого человека. И вот резь зашла, конечно, и обо мне. Ну, мы говорили о том, чтобы лава сгорел, чтобы увлеченность была вот такая вот, сякая. А вот ты вот, Артем, к примеру, можешь сказать, или веришь ли, что я была, в принципе, лучшим следователем в свое время? Он сказал, нет. То есть я в жизни обычная тетка, вот такая вот. Я и в работе-то, как бы как-то мне неловко было всегда, если мне нужно было выполнить какой-то запрос, я, будьте любезны, пожалуйста, как бы, вот, пожалуйста, мне доставьте, если мне что-то принесли, нет конца, значит, всяким благодарностям. Мне как-то чувствовало себя не очень ловко, что я вынуждена приглашать людей для допросов, для других следственных действий. Не совсем, конечно. Ну, то есть была не секта, значит, пальцы веером, я тут все, а вы тут никто, а ну-ка, быстренько, а ну-ка, вот. Ну, вот так. Дела доставались достаточно сложные, интересные, имеющие большой общественный резонанс, и поэтому обо мне писали в газете республиканской. Во мне любили снимать передачи в рубрике «Криминал» на телевидении, и даже называли телезвездочкой, шутку в прокуратуре. Мне это не изставляло особых хлопот, я достаточно свободное чувство перед камерой, говорить о делах могу бесконечно, и поэтому, как бы то ни было, иногда вот уважение, преклонение даже, может, своих родственников, ну, не то, что оно мне тешило, не то, что оно было приятно, ну, как-то вот, да. Так. Помнится, я не помню даже, какая передача была на телевидении, а по какому делу даже, ну, достаточно громко, видимо. И родственники, сестра у меня родная в другом городе живет, они, естественно, смотрели эту передачу, звонят мне, и были в таком восторге, что говорят, что после просмотра передачи нам хотелось выстануться в окно, они на пятом этаже живут в микрорайоне, и закричать, это мы, 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 это наша сестра, это наша сестра, это она, она, она. Вот, все такое сделала, расследовала и так далее, и так далее, и подобное. Я, мне вообще чужды, так сказать, вот эти медные трубы, о чем я вот и дочери своей говорила, я не люблю, и как-то не приемлю какую-то похвальбу, ну, работаю, 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 как могу, стараюсь, иначе просто не могу, ну, вот, хоть и чужды, конечно, вот эти самые медные трубы, но, тем не менее, тем не менее, все-таки согласилась, и мы, не знаю, уж на ваш суд, конечно, понравится, не понравится, может, немножечко не в тему, поскольку блок вроде как книжен, но не только, я в очередь специально поинтересовалась, и другие темы затрагиваются, ну, вот, как бы так, может быть, интересно будет послушать о некоторых делах, о некоторых, так сказать, казусах, смешных случаях, может быть, даже чуть-чуть о деформации личности в связи с работой, о каких-то, о каких-то фактах, о каком-то периоде, может быть, работы, за которые мне стыдно, и до сих пор вспоминаю кое-что, не то, что это какой-то там ужасный скелет в шкафу, нет, конечно, но бывали такие моменты, об этом я, если позволите, судя по вашим комментариям потом, то я намерена об этом поговорить, но не в том ракурсе, конечно, что раньше-то и трава была зеленее, и воздух-то чище, да и люди-то были куда как лучше, не в этом ракурсе, чем страдают обычно люди, прошедшие свой жизненный путь, вспоминая об он, немножечко в другом ракурсе постараюсь, если на то будет ваш, конечно, интерес. А сейчас еще, например, ну, если говорить о детективах, о моей любви детективам, кстати, дочь моя их не приемлет, это никогда не читает, хотя я пыталась ей, некоторая предоставит, что это познавательно, интересно, ну, во всех с ракурсом, нет-нет, не желает, ну, и ладненько у каждого свои вкусы. Ну, вот, если говорить о прошлом, то, конечно, в мои времена никаких, по сути дела, детективов-то и не издавалось, да и вообще с созданием литературы было достаточно сложно, и вот нам вот эта десятичная наша библиотека, десятитысячная, она надавалась нелегко, по всяким разным источникам собирали, я помню, что было-то, была единственная книга, помнится, советского издания, я следователь, я в Шейнин, как сейчас помню, написал, но ничего особенного, абсолютно такая, абсолютно такая, сухая, ну, не знаю, ничего особенного, конечно же, мы мечтали о зарубежных авторах, например, Эксталта очень люблю, Гарднера, например, ну, Агату Клисте, само собой, Королева Тетев, ну, и прочее, прочее, однако, таковых находилось очень мало, ну, вот наступила, значит, самая перестройка, мы жили, стали жить демократичнее, лучше, все у нас стало появляться, вот начали издаваться, и начала издаваться та литература, которая пользуется спросом, издателям, естественно, это прежде всего, это раньше все было планом, вот столько-то, столько-то, выпустить того-то, и того-то, в основном политической литературы, типа, типа сборников, значит, постановлений пленумов, ЦК КПСС, или там еще какой-то ЛГУДы, потом-то стало гораздо легче, поэтому я с удовольствием, конечно, стала скупать все детективы, и, естественно, зарубежные, прежде всего, какие только появлялись, ну, вот Чейза, например, в Чейзе я разочаровалась, у него, у меня, много достаточно его, а потом как-то я, нет, я перестала его собирать, я перестала читать, уже более тяжелый, тяжелый читать, такая вот закрутка у него, то, что, что, фу, копейн нравится, а, в общем-то, в основном, в директивах, конечно, зло наказано, торжествует, справедливость, торжествует, и все у нас чудесненько, ну, а там, в серединке, развивается такой-сякой сюжет. от рубежа, значит, о наших советских, первое, ну, первое, насколько я вот понимаю, даже бежу, сейчас взяла в своей библиотеке, это Александра Маринина, ну, конечно, вовсе даже не тот человек, который работает, ну, может быть, в следственных органах, или в милиции, или прокуратуре, или в обыкновенной структуре, вот обязан писать книги, только он может знать взгляд изнутри, и так далее. Александра Маринина, что она? В пресс-центре МГД, ну, не из земли, конечно, пресс-центр, это пресс-центр. Что им дали, какую фабулу, то они и вещают по связи, значит, с различными изданиями, с телевидением, с радио, и так далее. Ну, захватывает очень такая качественная литература, очень качественный интегтив, это коротко, правда, здесь оперативники, Каменское, или Каменский, или я, правда, не знаю как, может быть, кто и смотрел фильмы, я фильмы никогда не смотрю интегтивные, нет, ни по тем, что я читала, ни по каким, я вообще телевидение никогда не смотрю, все как-то удивляются, как, а вот так, ну, лет-то уже, наверное, 25, точно не смотрю, вообще ничего, и никогда, не только передачи, да и фильмы-то не смотрю, книги, и только. Ну, вот Марина, очень она мне нравится, такая вот здоровская тетка, вот взгляд извечности мне попалась, конечно, это из недавних, тут совсем другая подача, мне очень понравилось, мне очень понравилась уже одна из первых наших российских, Дашка Полина, ну, а потом уже понеслось, поехала Устинова Татьяна, чудесненькая, и так далее, и тому подобное, почему-то вот как бы, читает только теток, я и говорю, нравится они мне, может, я сама вот такая вот, как-то мужчин, детектив, что я не читаю, не хочу, у них другое совсем, подача другая, язык другой, да, бывает нечто достаточно интересное, ну, в соавторстве, например, мне нравится Семенова, Мария, мы ее очень любим, с Дашей, а вот в соавторстве, значит, с ней там вот такие вот, типа, уже детективного плана, и с мистикой немножечко связано, что-то вот такие вот, что-то вот такое вот, чудесненькое, вот, ну, а потом уже понеслось, женщины стали писать все больше и больше, там уже и воспитатели с детского сада, ну, достаточно неплохо написано было, и другая вот так литература, поэтому я как бы начала-то свой разговор из того, вот, что я вот не такая и не сякая, что хоть я и заслуженная, но тем не менее, я не говорю, ах, оставьте, не говорите мне о нем, что я вот, ничего особенного, ну, наверное, особенно какая-то была в связи вот с этой работой, как говорили, при жизни память не нужно ставить, это действительно так, потому что нервов, здоровья уносит эта работа просто-напросто, огромное количество, если ты, конечно, занимаешься этим делом так, как положено, то есть это работа не от и до, это всегда работа, как мы говорили, на дом, то есть дела не выпускаются никогда, из головы, ты постоянно думаешь, что это дело масса, и сложные дела, поэтому как, как, как вот то, как вот это, смешно, сроки, 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 сроки расследования, никто не даст тебе времени больше, чем на то требует закон, вот как хочешь так и веритись, ну о сложностях, так сказать, некоторых, может быть, я и скажу, в дальнейшем, если на то будет, ваша и более воля, вот, поэтому, значит, да, люди стали другие совершенно, сейчас работники, я имею в виду, и опять же, не из той серии, что мы-то были лучше, нет, мы просто воспитаны были по-другому, время было другое, требования как-то были, ну не знаю, почему, я не могу просто-напросто объяснить, работала, помню, в Осибаканской прокуратуре, был у нас, Радикевич такой, прокурор чудненький, и, почему-то, вот почему-то было вот так положено, кем положено, да никем, пять уголовных дел, нужно было закончить в месяц, это очень большая нагрузка, то есть, в республике, следователь мог закончить в месяц, ну, дело, полтора, ну не больше двух, и то это слишком, пять, это, конечно, уже, надо очень постараться, убиться, можно сказать, на работе, а почему пять-то, а вот надо так, и все, вот надо, поэтому, работали тут, не за страх, а за совесть, вот так, вот так только, никакого филомства, как говорится, а сейчас, я вот, под занавесом могу вспомнить случай, у меня на, не то, что на практике, приходил достаточно часто молодой человек, ну, как молодой, ему уже было за 30, чуть-чуть, года 32, наверное, вот уже лет 15, он мечтал работать в прокуратуре, но мечтал изо всех сил, он, он бредил, он в резерве там, в кадрах стоял, но, как бы не случалось его призвать, хотя вакансии образовывались, но вот не случалось, чтобы его, значит, призвали и оформили на работу, вот он решил, значит, походить ко мне, поприсутствовать, помочь, там, чисто технически, либо так, ну, то есть, как-то работаю изнутри, восхищался, стремился, я ушла уже в отставку, встречая его, года через три, наверное, ах, Ах, Лидия Федоровна, разлетелась, значит, с объятия, с поцелуевая, какая вы, необыкновенная, говорит, а ведь меня взяли в прокуратуру, да что ты, да-да, взяли, причем прокуратура, где коллектив, в общем-то, устойчивый такой, грамотный, прокурор, хороший, хорошая прокуратура, ну, и что вы думаете, я, говорит, выезжу только три месяца, я больше не смог, потому что ни выходных, ни приходных, до ночи, и без всяких яких, на тебя орут и визжат, тебя обзывают, полнейшим придурком постоянно, все не так, все не этак, что бы ни сделала, короче, нет, только на три месяца и хватило, а тут 30 лет, мне, помнится, говорили, что я 10 лет еще проработала, мне мои работники говорили, что ли, с ума сойти что ли хотите, так же невозможно, ну, действительно так, мужики больше пяти лет не выдерживают, они уходят в помощники прокурора, куда-то еще, на повышение, на замы, либо как-то, тяжелейшая работа, с ума что ли сойти хочешь, это же невозможно, такой напряг терпеть, иди вон, хоть в судьи, что ли, все как-то, что вы, судьи, там же ответственность, там же приговоры, это же все, а я, а ты здесь что, это же на твоих материалах суд вносит приговоры, что это, ой, нет, ты посмотри, приходят с улицы совершенно, или с консульты, вообще ничего не знают, уголовного кодекса, уголовного процессуального, вообще глаза не видели, и никогда, и сидят, он щеки надувает, ой, нет, я не могу, я вот на своем месте, как бы, тут не все знакомо, я все знаю, не все, конечно, о чем говорить, я каждого дела боялась ужасно, даже самого, на первый взгляд, простого, ай, не смогу, ай, не вытяну, не справлюсь, вдруг, где-то я какой-нибудь косяк допущу, и дело рухнет, вот, как бы так, ну, в общем-то, а в общем-то, вспоминая анекдот, устроился один в пожарную охрану, а потом встречает его, говорит, ну, как, работа, он говорит, да, чудесненько, в общем-то, коллектив замечательный, начальник вообще дужка, значит, смены устраивают, помещение, там все, ну, ну, просто замечательно, как бы не пожары, вот так у нас, я жила от дела до дела, так и говорила всем от дела, вот, дело закончу, вот это, и так, да, ну, а тут наваливаются другие, но, тем не менее, это, вот, так, это вкратце о том, о чем я бы хотела сказать, какая я, ну, а теперь, на чем я заканчиваю, так сказать, может быть, начало этого нового цикла, какого-то, на ваш суть, до свидания.